На Беларусь 4 программа «Де-факто» мы подводим итоги недели, вспоминаем самые громкие происшествия и чрезвычайные ситуации. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. За границу в сексуальное рабство. Оперативники перекрыли два канала вывоза гамильчанок для занятия проституцией. Убирали урожай и воровали одновременно. Работников Светлогорского предприятия задержали за кражу в составе преступной группы. Неизвестные ополотно Саврасова и Зарубина. Картины, которые провозились нелегально через границу, прошли экспертизу. Причины суицидального поведения, о том, какую помощь могут оказать специалисты, поговорим с экспертом. А также фура в огне, борьба за жизнь под автомобилем и прыжок над пропастью. Все самое интересное в рубрике «Я очевидец». Не переключайтесь. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. Оперативники Управления по противодействию торговли людьми провели успешные операции по перекрытию двух несвязанных между собой каналов вывоза гомельчанок за пределы Беларуси с целью сексуальной эксплуатации. В начале сентября двое жителей Российской Федерации нашли в областном центре двух девушек, которые согласились поехать в Россию за длинным рублем. Однако план переправки будущих секс-рабынь провалился. На границе Беларуси и России автомашина с россиянином и девушками была задержана. Спустя три дня в деревне Головинцы Гомельского района оперативники остановили аналогичный кортеж. На этот раз трое жителей Новозыпкова везли на родину живой товар. Жертвам пообещали работу в престижных отелях и секс-эскорте за немалые деньги. Возбуждено уголовное дело. Светлогорские милиционеры вывели на чистую воду скупщика краденого. История началась с похищения лошади с территории сельхозпредприятия «Михайловская Агра». По горячим следам оперативники установили личность Конокрада и жителя Бобруйска, который приобрел у него живой товар. Вскоре стало известно, что для последнего перепродажа ворованного – настоящий бизнес. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также удалось выяснить, что профессиональный скупщик работает не один. Спустя несколько дней в Бобруйске был остановлен микроавтобус, которым управлял любитель незаконной перепродажи. Он и его подельник перевозили мешки с кукурузой без каких-либо документов. Установлено, что всего с территории сельхозпредприятия «Михайловская Агра» преступная группа похитила более полутора тонн зерна. Стали известны результаты экспертизы двух старинных картин, изъятых таможенниками летом в поезде «Киев-Санкт-Петербург». Сверток обнаружили в ходе таможенного осмотра в республиканском пункте таможенного оформления «Терюха». Припрятанный от посторонних глаз пакет находился в служебном купе проводника, однако принадлежность товара так и не была установлена. Зато лабораторная экспертиза подтвердила особую ценность двух написанных маслом картин и установила авторство произведений искусства. Одна из них – подлинник кисти Алексея Саврасова, другую написал Виктор Зарубин. Первая оценивается в 40 тысяч долларов, другая стоит около трех. Причиной ДТП на улице Кирова, где водитель такси на круговом пересечении с улицей Комсомольской врезался в металлическое ограждение, могло стать резкое ухудшение самочувствия таксиста, в результате чего он потерял управление и поехал прямиком на тротуар. Пассажиров в такси не было. Также не сообщается и о пострадавших пешеходах. А это столкновение заставило изрядно понервничать пассажиров уже маршрутного такси. Трактор, выполнявший работы по укладке тротуарной плитки на улице Советской, зацепил машину ковшом. По словам очевидцев, водитель стал сдавать на проезжую часть задним ходом. Далее последовало столкновение. К счастью людей, которые ехали в маршрутке, трактор ударил ковшом по кузову, а не по боковому стеклу автомобиля. В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГАИ. Считались хорошими знакомыми и даже друзьями, но алкоголь и женщины, как говорится в известном фильме, довели до Цугундера. Подробности двух пьяных убийств, совершенных будто бы под копирку, но в разное время и абсолютно в разных местах, в следующем сюжете. Вечер субботы. Чем не повод? В одной из мозырских квартир собралась компания. Хозяин жил площади, двое приятелей и еще одна женщина. Всех их объединяло одно – любовь к алкоголю. Поначалу застолье проходило очень весело. Два раза бегали в магазин за добавкой. В какой-то момент, когда владелец квартиры был на улице, а женщина вышла на кухню, между двумя оставшимися мужчинами возник конфликт, в результате которого они схватились за ножи. Один из них оказался проворнее и ударил холодным оружием оппонента прямо в грудь. В этот момент вернулся хозяин и, недолго разбираясь, кто прав, а кто виноват, выставил обоих за дверь. Скорую вызвала соседка, которая на лестничной купетке увидела страшную картину. Окровавленный человек, а рядом с ним спящий мужчина. Впоследствии выяснилось – это и есть убийца. Как оказалось, 41-летнему мозырянину нож попал прямо в сердце. 6 октября около 22.40 на лестничной площадке одного из домов по улице Котловца, 5, в городе Мозырь был обнаружен труп неработающего жителя города с проникающим полуторезанным ранением грудной клетки. В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что телесное повреждение, повлекшее смерть, в ходе ссоры причинил его знакомый в результате совместного распития спиртных напитков. По данному факту, в Мозырском районе и Мозырном следственного комитета возбуждено уголовное дело по чести 1 ст. 139 – это умышленное убийство, санкция которой предусматривает наказание в виде решения свободного срока до 15 лет. Двумя месяцами ранее очень схожее убийство произошло в советском районе Гомеля. Ранним утром хорошо знакомые друг другу молодые люди, чтобы поправить пошатнувшиеся после пьянки здоровье, решили сообразить на троих. Купленное в магазине вино и пиво распивали на территории средней школы, потом просто на улице, а к обеду переместились в квартиру одного из приятелей. Через некоторое время молодым парням в четырех стенах показалось как-то скучно, и тогда в гости была приглашена барышня из соседней квартиры, которая также не против была лишний раз пригубить стаканчик. Алкоголь делал свое дело, и вскоре двое из компаний повздорили между собой, после чего один из собутыльников пошел домой спать. Оставшиеся же, купив очередную порцию спиртного, перекочевали в квартиру соседки. Через некоторое время конфликт между друзьями разгорелся с новой силой. Вот пошла табуретка, а потом аргументом правоты и превосходства послужил нож. Его принес из дома раздосадованный оскорблениями в свой адрес, да еще и в присутствии дамы, участник застолья. Бежав в квартиру соседки, он вонзил нож в грудь своего друга по самую рукоять. Обидчик через несколько минут скончался на месте. Смерть потерпевшего наступила вследствие проникающего кулоторезанного ранения грудной клетки с повреждением по ходу раневого канала левого легкого сердца и левого купола диафрагна. Соседка с нижнего этажа позвонила в милицию. Стражи порядка задержали подозреваемого в его квартире. Мужчина не стал отрицать содеянное, но, прекрасно понимая, чем ему это грозит, выдвинул следствию свою версию. В ходе расследования уголовного отдела обвиняемый придерживался версии причинения ножевого ранения потерпевшим в ходе самообороны. Однако в ходе проведенного расследования дальняя версия не подтвердилась. Были допрошены все свидетели и приведен ряд экспертиз и исследований. Несмотря на столь неординарный поступок, мужчина признан вменяемым. У нас огромное количество преступлений совершается либо с целью употребления спиртного и добычи спиртного, либо вследствие изменения поведения на фоне употребления алкогольных напитков. Спиртное является само по себе психоактивным веществом и изменяет поведение и эмоциональные реакции человека. Облегчается в создании каких-то возникновений эффективных реакций, агрессивности, конфликтности в поведении. При этом волевой контроль снижается, и из-за этого происходит непосредственная реализация агрессивных побуждений. Поэтому даже люди, которые давно и близко знакомы с состоянием опьянения, могут возникать нелепые казусные ситуации, когда малозначительный повод вызывает значительно эффективную агрессивную реакцию. В настоящий момент расследование этого уголовного дела уже завершено. Материалы переданы прокурору для ознакомления и направления в суд. Алкоголь всегда был, есть и будет причиной несчастных случаев, трагедии и чрезвычайных ситуаций. В пьяном состоянии человек не способен контролировать эмоции и поступки. Нередко те, кто терпят возле себя таких людей, не выдерживают, впадают в депрессию, замыкаются и вместо того, чтобы бороться, принимают решение уйти из жизни. Да, бывает и такое. Согласно статистике совершенных суицидов, в зоне риска находятся женщины и дети. Но об этом в репортаже наших корреспондентов. Эта история в Гомеле произошла несколько лет назад. Две девушки решили уйти из жизни, спрыгнув с автомобильного моста через реку Сож. Прямо на глазах у многочисленных свидетелей. Обе перелезли через металлическое ограждение и долго стояли в раздумьях. Правоохранители поняли, действовать нужно аккуратно. Обошли машины с обратной стороны, чтобы нас не видели девчонки. Попытались войти с ними в контакт. После чего одна девочка сказала другой, давай будем прыгать. Нас приехали спасать. Быстро перескочив через парапет, нам удалось только одну девчонку поймать, а вторая как бы уже спрыгнула. Пусть еще мой товарищ, сотрудник, он побежал вниз, чтобы поплыть за девчонки. Сдаваться девушка, похоже, не собиралась. Пусть инстинкт самосохранения взял вверх и, оказавшись в воде, она стала бороться за жизнь. Сотрудники ОМОНа быстро пришли на помощь. Она уже практически начинала терять сознание, то есть переохлаждение уже давала свое. Понял, что умирать она совсем не хотела, боролась до конца. На тот момент спасенной было всего 17. В таком возрасте дети часто решаются на серьезные шаги по несерьезным причинам. Ведь психологически личность еще не сформирована, и даже небольшая ссора может показаться большой трагедией. Чаще всего это происходит, потому что детская психика достаточно незрелая, дети не настолько сильно держатся за жизнь. И, как говорится, в ряде ценностей, которые определяют жизнь ребенка, в общем-то, жизнь не является на первом месте. Конечно, один из факторов суицидального поведения подростков – это интернет. А точнее, та травля, которой часто подвергаются дети через социальные сети. По статистике, с этим сталкивались более 80% молодых людей в возрасте от 7 до 12 лет. Дети очень легко относятся к каким-то важным для взрослых людей вещам. Дети заинтересованы игрой, какими-то занятиями, тем, что их больше всего увлекает. Какое-то подражание своему кумиру, а, возможно, даже иногда бывает неправильная публикация в газете или по телевидению, может вызвать у подростка непосредственно идею о том, что на месте того человека мог бы быть и он. И именно таким образом можно было бы решить проблему. В прошлом году на территории Гомельской области наблюдался рост количества случаев самоубийств среди подростков и взрослого населения. Сегодня ситуацию удалось изменить. Однако количество попыток возросло. Многих людей удалось спасти. Чаще всего попытки суицида и парасуициды совершают лица 40-50 лет, преимущественно это лица морского пола. Как правило, причины добровольного ухода из жизни одни и те же. Материальное неблагополучие, долги, трагедии в личных отношениях, депрессии. Многие из тех, кто предпринимал попытку свести счеты с жизнью, но выжил, теперь смотрят на прошлое иначе. Я решилась на самоубийство. Я порезала вены. В этот момент пришло осознание, что это неправильно. Мой ребенок никому не нужен. Я вызвала скорую. Психологи твердят, в сложных жизненных ситуациях человеку не стоит ограждаться от социума. Обязательно следует заручиться поддержкой близких и любящих людей. Сегодня специалисты психологической помощи готовы протянуть руку тому, кто в ней нуждается в любую минуту. Постоянно работают телефоны доверия. Любой человек может позвонить анонимно. В территориальных центрах обслуживания населения предоставляются кризисные комнаты, где можно временно отдохнуть. А специалисты сориентируют на самостоятельное решение проблем и восстановление утраченных социальных связей. Наталья Игнатенко, Сергей Лукашук, Андрей Иванов. Специально для программы «Де-факто». Причина суицидального поведения чаще всего кроется в том, что люди остаются со своими проблемами наедине. Не знают, кому позвонить, кого просить о помощи. А иногда проблемы настолько личные, что и о помощи просить крайне неудобно. Вместе с заведующим организационно-методическим отделом Гомельской областной психиатрической больницы Рустамом Левковским, здесь, в студии программы «Де-факто». Мы разберемся в том, кто готов оказать поддержку людям, которые перестали видеть смысл в жизни, и возможно ли предостереть человека от смертельных ошибок. Рустам Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Рустам Владимирович, самоубийство происходит во всем мире. Люди сталкиваются с различными проблемами. Но почему одни склонны к совершению суицидальных поступков, а другие нет? Здесь все зависит от тех обстоятельств, в которых находится человек. И самое главное – это от того, как он рос, как он развивался, и от особенностей его психики. То есть причины кроются в детстве? Да, вообще причина всех психических расстройств, она лежит в детстве. Потому что если ребенка любили, ему уделяли внимание, ему давали право на самостоятельность и на совершение ошибок, то он получает опыт. Самый главный опыт в своем детстве – это опыт преодоления ошибок и опыт, как справляться со своими трудностями. И когда у него этот опыт есть, когда он несет ответственность за свою жизнь, то и во взрослой жизни он может справляться с любыми трудностями, не прибегая к таким радикальным способам ухода из жизни. Чаще всего что хотят сообщить люди подобным поступкам? Как правило, подобным поступкам люди сообщают миру о том, что им очень больно, им невыносимо жить. Это вот, грубо говоря, первый пример такой. Второй – это сообщение о том, что они обвиняют себя в каком-то поступке, или же они таким образом наказывают кого-то. Ну и третий момент – это уже конкретные какие-то шантажные действия, когда люди, совершая суицидальные попытки, они на самом деле не хотят покончить с собой, а таким образом преследуют какую-то выгоду. То есть они хотят получить какие-то блага. Если брать статистику совершения суицидов по нашей стране, то как в сравнении с остальными регионами Беларуси выглядит Гомельская область? Гомельская область в разрезе регионов республики занимает практически всегда четвертую позицию. Чем это обусловлено? Работой специалистов, активной работой медиков? Ну здесь не только заслуга медиков в этом. С суицидальным поведением населения борются очень многие структуры. Это и здравоохранение, и управление внутренних дел, и образование, и социальная защита, и следственный комитет. То есть это реально усилия всего мира. Первыми, кто может заметить суицидальное поведение человека, это близкие люди. На какие признаки им следует обращать внимание? В первую очередь надо обращать внимание на то, когда человек начинает реже общаться, реже выходить на связь. Когда он меняет свои увлечения и свои интересы. Когда та деятельность, которая раньше приносила ему удовольствие, и этого удовольствия ему уже не приносит. Также очень важным признаком является то, когда человек находится в каком-то кризисе, у него есть проблемы, и вдруг ни с того ни с сего, то есть ситуация абсолютно не поменялась, у него резко улучшается настроение, и он ведет себя неконгруентно, то есть несоответственно этой ситуации. Как правило, это очень тревожный звонок, потому что в таком случае облегчение человеку приносит тот факт, что он принял решение о том, чтобы уйти из жизни, уйти из этой ситуации. Правильно ли я понимаю, что в принципе как резкое ухудшение настроения, так и резкий подъем настроения тоже может свидетельствовать о том, что человек уже все концы обрубил и готов к совершению данного поступка. Да, вы очень правильно понимаете, и здесь важно понимать, что все такие вот резкие перепады настроения, резкое изменение поведения человека, который тебе близок, которого ты знаешь, они должны настораживать, потому что ни с того ни с сего ничего не происходит в этой жизни. Как в таком случае быть родственником? В первую очередь родственникам необходимо поговорить с человеком, но при этом поговорить неформально, просто так спросить, как у тебя дела? А, нормально, ну все, значит все хорошо. А по-настоящему поговорить, провести вместе время, заняться каким-то делом, которое принесет обоим радость и заинтересует обоих. И в процессе занятия этим общим делом можно уже нормально поговорить, можно действительно узнать то, что у человека кроется на душе. Но, к сожалению, в нашем обществе таких разговоров становится все меньше и меньше, потому что люди все больше погружаются в собственные проблемы, в интернет и в какие-то свои собственные хобби и увлечения, не абсолютно забывая о том, что тем людям, которые рядом с ними, очень важна их человеческое участие и проявление какой-то человеческой теплоты. Ну а самое главное, даже это внешние обстоятельства, самое главное, что является сближающим фактором, это любовь. Часто суицидальному поведению предшествует депрессия. Какие специалисты, профессионалы могут оказать квалифицированную помощь таким людям? Сначала необходимо обратиться к психологу или к психотерапевту. Психолог – это специалист с педагогическим, как правило, образованием, и он помогает разобраться в себе, понять, почему так произошло, может помочь разобраться в своих чувствах и помочь выработать какие-то новые механизмы взаимодействия с этим миром. Врач-психотерапевт – это уже врач, он может назначать как медикаментозное лечение, но в первую очередь он лечит словом различными методами психотерапии. И депрессия – это его профиль. Также можно обращаться к психиатрам, они тоже обладают знаниями в области психотерапии, но в первую очередь они в своем лечении применяют различного рода медикаментозные препараты. Ну и опять же, от депрессии, как правило, помогают антидепрессанты. Но, предостерегу всех, самостоятельно принимать их нельзя. Всегда нужно проконсультироваться с врачом и строго следовать его рекомендациям. Иногда люди не звонят и не обращаются за помощью, потому что считают, что в таком случае их поставят на учет. Но так ли это на самом деле? Психиатрический учет или, как это правильно называется, диспансерное наблюдение, оно устанавливается лишь за теми пациентами, у которых психическое расстройство носит затяжной или хронический характер. И, как правило, это какие-то грубые нарушения психики, которые не позволяют человеку контролировать свое поведение, осознавать последствия своих действий. Ну, к таким относятся различного рода бредовые расстройства, психозы алкогольные или шизофренического генеза. То, о чем мы говорим сейчас, то есть суицидальное поведение, оно возникает, как правило, не на фоне вот этих вот расстройств, потому что суицид, нужно понимать, это осознанный шаг человека. Вот, а на фоне может быть депрессии, может быть расстройство адаптации, может быть какого-то тревожного расстройства, но все это носит невротический характер. И эти, самое главное, что расстройства, они временные. То есть при соответствующем лечении от них можно излечиться. Они в случае получения адекватной терапии не будут носить затяжной характер. То есть даже если они и будут поставлены под диспансерный учет психиатрический, то этот срок, он будет достаточно короткий. Ну, грубо говоря, там 6 месяцев, год, 2 года. Но это в худшем случае. А зачастую степень выраженности этих расстройств такова, что они не нуждаются в диспансерном учете. То есть просто заводится медицинская карта, как в любой другой поликлинике или больнице. И просто в следующий раз, когда человек обращается, то на него не заводят новую карту, а берут предыдущую, смотрят. Да, вот вы лечились, вот вам такие препараты помогали. Вам хуже. Давайте попробуем вновь обратиться к уже проверенным методам лечения. Эта карта как-то может повлиять на трудоустройство человека, на его социальную деятельность? Глобально нет. То, что да, если вы захотите после этого получить право на управление автотранспортом, вы уже не просто придете в диспансер, вам выдадут справку о том, что вы не состоите. Да, вам придется потратить чуть больше времени, это пройти врачебно-консультационную комиссию. Но опять же, вас и так, и так будет смотреть врач. Только в первом случае вас смотрит один врач, во втором случае вас смотрит три врача. Но самое главное, если у вас все в порядке, то вам дадут это право. Но опять же, я не буду скрывать, что есть категории профессии, в первую очередь, это профессии, связанные с ношением оружия, с повышенной опасностью, с работой, с источниками повышенной опасности. Да, если у человека было какое-то психическое расстройство, особенно серьезное, да, ему уже не дадут право работать вот в этих вот специальностях. Но опять же, это все логично. Потому что действительно, человек, который перенес какой-то психоз, наверное, ему не стоит иметь право ношения оружия или тем более применения его. Рустам Владимирович, причиной суицидального поведения подростков сегодня очень часто является интернет. Ну или страницы, скажем так, с опасным содержанием, на которые заходят подростки. Как в этом случае подросткам уберечься от подобного негативного контента и на что обратить внимание родителям? Здесь, наверное, не подросткам надо уберечь себя от этого контента. Здесь родителям необходимо включиться в процесс воспитания. В первую очередь, наладить контакт со своим ребенком. Потому что родители зачастую ограничиваются вот этой пресловутой стандартной триадой вопросов. Как дела? Ты поел? Сделал ли ты домашнее задание? Все, на этом контакт. И на этом воспитание зачастую заканчивается. И я из своего опыта могу сказать, если вы знаете, чем увлекается ваш ребенок, если вы можете перечислить поименно его друзей, если он делится с вами своими проблемами, своими переживаниями, если вы для него по-настоящему близкий человек, то вы сможете научить своего ребенка, как правильно вести себя в интернете, на какие страницы надо заходить, на какие не надо. И самое главное, вы сформируете у своего ребенка внутренний радар. То есть он сможет фильтровать информацию и понимать, какая информация вредоносна для него, какая нет, и как поступать правильно и просчитывать последствия своих действий. Но для этого, наверное, нужно не упустить взаимоотношения с ребенком с самого начала их становления, правда, с двух-трехлетнего возраста, когда, в принципе, и закладывается основа взаимодействия ребенка и родителя. Да, вы правы. Но здесь, понимаете, это как любой процесс, сходу невозможно овладеть ничем. Ты пойдешь в тренажерный зал, тебе в любом случае нужно потратить год-два, чтобы получить какой-то результат. Точно так же и процессы общения. За один-два дня ты не завоюешь доверие ребенка. Это длительный и кропотливый процесс. Если ты занимался им с первого дня рождения своего ребенка, ну, соответственно, уже в 7-8 лет у тебя будет более или менее осознанный ребенок, который уже будет что-то понимать. Ну, а если ты этим не занимался, ну, тогда надо тратить, естественно, больше времени и больше сил. Рустам Владимирович, большое спасибо за конструктивный разговор. Спасибо вам за то, что пригласили. Далее в программе рубрика «Я очевидец». Наши корреспонденты подготовили для вас самые зрелищные кадры происшествий со всего мира. В Мозыре на глазах у очевидцев сгорел микроавтобус. Несколько человек, включая водителя, пытались потушить машину, но безрезультатно. Пламя повалило из капота автомобиля. Владелец, который находился поблизости, заметил это, взял огнетушитель, открыл капот и сбил огонь. Однако пламя успело перекинуться в салон автомобиля, где стала тлеть обшивка. Салон наполнился дымом. Как только мужчина открыл водительскую дверь, огонь разгорелся по-новому. Потушить пламя удалось только спасателям. Они прибыли быстро, но тушить к тому времени уже было нечего. Салон машины выгорел полностью. А это последняя авария на шоссе штата Флорида, США. После ДТП на дороге перевернулась фура, перевозившая горюче-смазочные материалы. Полыхала неслабо. Столб дыма можно было наблюдать за несколько километров. Из официальных сообщений следует, что пожарные тушили огонь четверть часа. Никто не погиб. В Китае спасли мужчину, в нос которого после купания в местном водоеме забралась 10-сантиметровая пиявка. Доктор вытащил незваного пассажира при помощи специального медицинского оборудования. Ассистент снимал происходящее на камеру. Когда врач извлек пиявку, ужаснулись все, кто находился в операционной, кроме самого пациента. Похоже, он единственный испытал облегчение. Прыжок длиною в жизнь. На мгновение показалось, что этот парень не допрыгнет и сорвется со скалы высотой в 160 метров. Трюк исполнил известный трейсер штата Висконсин и едва не упал камнем вниз. Парня удержал его приятеля по паркуру. 19-летний юноша перепрыгнул пропасть над каньоном, который называют дьявольским местом. Резкий маневр едва не стоил жизни этому велосипедисту. Кадры, сделанные в России, наглядный пример тому, что автомобильные дороги не место для любителей велотехники. Этому мужчине еще повезло. Водитель вовремя затормозил, хотя и провез на капоте велосипедиста пару метров. Самое интересное, что после инцидента пострадавший пытался доказать водителю, что тот не прав. Но, слава богу, ему хватило ума уехать и не вызывать ГАИ. Дрифт – дело опасное. Очередные кадры из штатов тому подтверждение. Водитель экстремал, не рассчитал радиус вхождения в поворот и в первом же управляемом заносе едва не сбил зрителей шоу. Мужчины успели отскочить, но кто-то из них толкнул девушку. Та получила травму головы. Каким-то чудом остался жив водитель этой легковушки, когда сам, того не ожидая, оказался под колесами своего авто. Припарковав машину, мужчина пошел открывать багажник, а грузовой автомобиль, стоявший впереди, начал движение задним ходом. После удара платформы о легковушку мужчина сбила с ног. Он повалился на асфальт, угодил под бампер своей машины, но сумел за него уцепиться. Борьба за жизнь длилась не менее 15 секунд, но для пострадавшего они показались вечностью. В последний момент бедняга чудом смог выскочить из-под машины. Спасти обреченного на утопление леопарда смогли индийские защитники природы. Для животного, упавшего в глубокий колодец, они соорудили ручной спасательный лифт. Главный вопрос заключался в том, пойдет в него хищник или нет. Ведь самостоятельно толкать туда леопарда никто не собирался. Да и это попросту было невозможно. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее страха. Леопард от помощи не отказался. Когда он зашел в бокс, дверь захлопнулась. На поверхности хищника отпустили. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова